Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф, и сегодня, ребят, мы поиграем с вами в Бисварм Симулятор, и в этом ролике, ребят, я вам покажу, что можно будет получить с помощью квеста Анетта. Ну и мы разберём, ребята, конечно, вот эти вот все квесты, точнее, вот эти вот все задания, которые Анетт хочет, чтобы мы выполнили. Ну, если честно, я вообще не почувствовал сложности у этого квеста, потому что, ну, выполнилось всё довольно быстро, и без каких-либо трудностей, никаких вот таких вот, прям, знаете, жёстких заданий тут не было. Я думаю, что разбирать вот эти вот все задания особо не нужно, потому что тут, ребята, всё довольно-таки просто и всё понятно. Есть тут только некоторые задания, которые, ну, возможно, вы не поймёте, как выполнить. В общем, сейчас смотрите, тут есть вот такие вот задания на пыльцу, первых три, потом на мотивейшн нектар, я думаю, что вы уже знаете, где его искать, где его копить с помощью плантеров. Здесь вот нужно грибы на Кловере, на Пампкене, на Ананасе по 25 штук разных грибов. Потом Инспайр Токены, это те токены, которые дают только одарённые пчёлки. Дальше Тикет Токены, ну, вы их можете с помощью убийства мобов достать, либо просто юзать вот этот вот Хонни Шторм. Потом собрать 25 рояль жилеек, это тоже понятно. Дальше 25 токенов from Binbugs. Binbugs, я думаю, что, ребята, вы знаете, что это такое. Если не знаете, то, ребята, сейчас вы увидите урывок в видео, что это такое и как это копить. Это вот эти вот такие маленькие жучки фиолетовые, они бросаются челебинами, и вам нужно их собирать. Их можно призвать с помощью Храма Ветра. Насколько я помню, ну, я точно не знаю, но мне кажется, что их можно вызвать, если вы задонатите Basic Яйца в Храм Ветра. Ну, это такое лёгкое задание. Дальше, собрать 25 гирлянд, которые падают на вас с помощью квеста Science Beera, вы можете открыть их. Дальше использовать 25 вертушек вот этих вот. Ну, и использовать 100 снежинок, и использовать 1 Loaded Dice. Это вот этот вот самый-самый топовый Loaded Dice. Если честно, вообще, трудностей никаких не было. Только одно но. Я, когда выполнял вот это вот задание с вертушками, я немножечко затупил. Я отложил на потом, думал, а я потом юзну, и всё, и всё быстро закончится, я пойду записывать ролик. Но не тут-то было, ребят. У этих штучек КД 5 минут, поэтому не откладывайте их на потом. Просто используйте, пока у вас есть время. Вот, зашли, использовали, зашли, использовали. Пока не выполните квест, ребят, используйте по КД, чтобы потом у вас не было проблем. Потому что я оставил 20 штук, вот этих вот вертушек. И, друзья, я сидел... Сколько это получается? 20 на 5. Это 100 минут. Это полтора часа я съел, вот это вот выполнял. Ну, конечно, это заняло у меня намного больше времени, потому что я, ну, как бы, не по КД нажимал это вот всё. Но, ну, вот как-то так, ребят. В общем, задание лёгкое. Очень лёгкое. Вы можете выполнить их даже, ну, вообще не напрягаться. Даже помощи вам никого не надо. Тут в основном, что грибы. Да, с грибочками у вас будут проблемы, возможно. Но, я думаю, что если вы попадёте на випку, там, либо мою, либо на випку каких-то топеров, это вы на изи сделаете. Ладно, давайте сейчас вот сдадим квест. Посмотрим, что за награду он нам выдаст за этот квест. Так, ну, он нам сначала откроет вот эту штуку. Сейчас вот здесь вот появится Бэби Би. И вот, видите, она появилась в новогодней шляпе. И сейчас мы будем юзать эту штуку. Я вам расскажу, что тут вообще такое есть и что она даёт. Тут всё описывается. Пишет, что можно раз в 8 часов использовать. Она даёт 3 разных пчёлки на 30 минут. И также, ребята, спаунит гвилдинг. А, почему гвидинг? Я гвилдинг всегда говорил. Ну, ладно, гвидинг стар спаунится, ребят, вот эта гнида. И вы можете фармиться в 2 раза лучше с помощью этой штуки. Это как будто бы вам даётся ещё одна дополнительная пчёлка. В общем, счастливого Рождества. Вот такой вот бонус. Чёрный шарик, старжелейка. Так, камеру переложить. Клей Purple Potion. Давайте в чат заклинём. Вот. 150 миллионов мёда, 5 тикетов, 5 джинджербредов. Тикет Плантер, Хардвакс, Purple Potion. Короче, хорошие награды. И опять нам дали антенну, которая нам пока что не нужна. У меня места нет, я не могу её взять в свой инвентарь. Ладно, квест мы сдали. У нас тут уже завершён, есть квест перед биром. Это на следующий ролик, ребят, будет. И давайте сейчас будем использовать вот эту штуку. Но давайте на начало я вам расскажу, что она даёт. Во-первых, эта штука даёт вроде бы 7 разных токенов. И в этих токенах хранятся разные ресурсы. Сейчас, ребят, вы увидите вот здесь, вот где-то справа, список всех ресурсов, которые могут выпасть. Каждый раз, когда выпадает, ну, например, один и тот же ресурс, даётся всегда одинаковое количество. То есть, если вам выпала старжелейка, то вам там выпадает то количество старжелейк, которые вы сейчас видите на скрине. Дальше. Вам даётся 3 рандомные пчёлки. Одна обязательно это Baby Love, ой, Baby Love, Baby Bee первого уровня. Вторая обязательно Bumble или Bubble, я не помню, кто-то из них. 20 уровня. И третья это рандомная пчёлка, которая может быть даже ивентовая. Ребят, вы можете даже иметь 2 подарочные пчёлки. Прикиньте, у вас есть одна своя подарочная пчёлка. И у вас есть одна подарочная пчёлка от вот этого вот, ну, вот этой вот штуки. Аннет Лид Арт, от Лид Арта. В общем, ну, это очень круто, потому что там вроде бы мне кажется, что даже можно 2 котёнка себе завести, ребят. И намного быстрее бафать вот этот вот бонус Таби Лав. Ну, короче, давайте сейчас юзнём и посмотрим, что нам выпадет. Так, квесты закроем. Используем. Так, заспаунились 3 пчёлки, Bumble, Baby и Леон 8 уровня. А сейчас забираем, смотрите, сколько печеню их. Джинджербрэдка 1, Тикет 1, Стравбэри 5, Блубэри 5 и Глиттер 1 и плюс Ананасиков 5. Ну, короче, ресурсов немного, но заспаунилась Гвилдинг Стар. Ну, Гвидинг Стар, я почему-то, ну, как-то неправильно прочитал и постоянно её так назвал Гвилдинг. А почему Гвилдинг, если она просто Гвидинг? Ладно, Гвидинг Стар, где она заспаунилась? Ну, точно не на синем поле. Давайте сейчас мы проверим все поля и посмотрим, как работает эта Гвидинг Стар. Возможно, кто-то не знает, как она работает. Сейчас я вам покажу. На этом поле, на котором мне сейчас выпал Гвидинг Стар, а тут же пишет. Кактус. О, сейчас мы пойдём на кактус. Ну, а кактус у меня сейчас капасти будет очень имбовая. Если бы я, ребят, ещё набил себе Бабл Блот, у меня было бы намного больше. Вот, смотрите, уже 320 миллионов. Это при том, что я сейчас просто без бустов, без Супер Смюзи, без Бабл Блота, без Папи Фетч, вот этого вот мячика увеличения капасти, без бонуса от Мондо Цыплёнка. Что ещё может увеличить капасти, я что-то не помню. А, ещё от Стик Бага вот эта вот штука, типа Фасти, вот эти вот мелкие нимфы, они тоже улучшают капасти. В общем, ребята, можно капасти там сделать, мне кажется, уже 10 миллиардов, если вот хорошо постараться. Сейчас пока что у меня максимум был только 5. Ладно, ребят, вот такой вот получается ролик, я вот задание выполнил. Вот вы видите, у меня уже даже Спирит Бир выполнен, но я их пока что держу, потому что ролик не снял. Пока ролик не сниму, я их не заберу. Поэтому вот как-то так у меня всё долго делается. Кстати, у меня не только один Спирит Бир выполнен, у меня много других квестов выполненных. Ну, как много, ещё один дополнительный. В общем, ждите ролики. Ну, а пока на этом я буду с вами прощаться, с вами был Гуф Гуф, всем пока, ребята, всем бай-бай.